На этом складе более 120 тонн яблок и они на расхват. Десятую часть наукатский предприниматель Сайпидин Эрджигитов уже отправил на экспорт в Казахстан. И туда же уже в феврале, а также в Россию отправятся еще 100 тонн. Возможность продать свою продукцию по высоким ценам у местных садоводов появилась благодаря пандемии. Они не смогли экспортировать урожай во время чрезвычайного положения в стране, но уже в мае наукатские яблоки стали уходить по хорошей цене сразу в пять городов России, в том числе потому, что Россия закрыла границы с другими экспортерами. Наши главные покупатели – казахстанские и местные. Они в основном интересуются экологически чистыми продуктами. Также мы заключаем контракты с местными торговыми сетями. В этом году предприниматель собрал порядка 200 тонн яблок. Часть урожая вырастил сам. На своих двух гектарах остальное выкупил у других садоводов. В этом году цены на яблоки на базаре радуют, говорит бизнесмен. Часть урожая он сдаёт также в крупные торговые центры в Ашей в Бишкеке. А также до 50 тонн яблок продаёт на базаре. Зачем к нам привозят иранские яблоки, когда у нас есть свои, на базаре полным-полно фруктов из других стран. Неужели у нашего правительства нет возможности регулировать импорт? Это бы сильно поддержало местных предпринимателей. Сейчас в Наукатском районе работают шесть крупных логистических центров. Почти половину хранившихся там яблок уже экспортировали. Чтобы продать остальное, департамент сельского хозяйства ведёт переговоры с покупателями из других стран. До Нового года хорошо расходился сорт Джинатан. Мы, конечно, помогаем Дыхканам, и наш новый министр с новыми программами планирует усиление сельского хозяйства. Если до этого продажи были не отрегулированы, то теперь урожай выращивают под заказ, как, например, сорт яблок Семиренко. Площади яблоневых садов на Наукатском районе сегодня растут. Теперь дело за логистическим центром, где садоводы могли бы хранить свой урожай. Под строительство уже выделено 10 гектаров земли. Планируется, что тут построят логистический центр вместимостью в тысячу тонн. Хранить свой урожай тут смогут также фермеры и из других областей. Сейчас в Кыргызстане уже открыты семь подобных логистических центров и ещё порядка трёхсот более мелких, вместимостью от двухсот до пятисот тонн.